Друзья, если у вас нет возможности, времени, желания, сил читать рассказ Андрея Платонова «На заре туманной юности», смотрите это видео и будете знать о взрослении девочки-сироты Ольги столько же, сколько и человек, который прочитал этот рассказ. Написал его Платонов в 1938 году. События происходят во время Гражданской войны. Первоначально рассказ назывался «Ольга». Итак, родители девочки умерли от тифа в одну ночь. Ольге тогда было 14 лет. Она осталась сама в маленьком посёлке. Ольга не знала, как ей жить дальше. Через два дня она поехала к своей тётке в далёкий губернский город на Волге. Оля помнила, как тётя два года назад приезжала к маме. Она запомнила её богатой и доброй. Тем более, что мама перед смертью так и говорила, чтобы Оля ехала в случае чего к тёте. Она поможет. Оля пошла на вокзал. Там её узнал паровозный механик. Он работал вместе с её отцом. Угостил девочку. Оля подумала, что она бы осталась у него жить. Но у механика и так было много детей. Оля ждала до вечера, пока приедет её паровоз. Это был паровоз с красноармейцами, которые ехали на войну. Она попросилась к ним. Пацаны её взяли. Накормили и спать уложили. Утром красноармейцы разбудили Олю. Приехали, дорогая. А Оля уже и не хочет никуда от пацанов. Понравилось ей с ними. Те дали ей хлеб с салом и отправили тётку искать. В городе хлеб у неё отобрали. А сало она сама поскорее съела, чтобы и его не отобрали. Нашла Оля тётку к вечеру. Тётка Татьяна Васильевна жила с мужем. Детей у них не было. Увидела племянницу и явно не обрадовалась. Сказала, чтобы Оля на улице подождала, пока полы вымытые сохнут. Оля ждала-ждала. Снова пришла к тётке. Та надеялась, что Оля уже куда-то ушла. Нехотя впустила её к себе в дом. Она сказала своему мужу – вот тебе, Аркаша, племянница моя. Пой, корми, одевай, обувай её. Аркадий Михайлович дал ложку Оле и сказал, что она может доесть его кашу. Та только чуть-чуть успела покушать, как тётка её спать позвала ложиться, чтобы много не ела. Спать легла на сундук. Без постели, без одеяла. Утром дядя Аркадий пошёл на работу. Он был машинистом. Тётка спрашивает его – что делать будем с этим сокровищем? – Да мне пофиг. Это твоя племянница. Делай с ней, что хочешь. Мне главное, чтобы дома покой был. Подошла тётка к Оле и открыла фонтан любви. Приехала, развалилась. У дяди и с тётей ведь добра много. Накормят, обуют, оденут и с преданным замуж отдадут. Принимайте, дескать, меня в подарок. Вот я – босая, в одной юбчонке, голодная, немытая, сирота несчастная. Может, бог даст, вы скоро подохнете, так я тут хозяйкой и останусь. Ну уж, милая, чтобы ты пораньше умерла. Мы тут херячим. А тут на тебе приехала на всё готовое. Любите, кормите меня. Теперь ты из дому нельзя будет выйти. Ты же всё съешь. Оля поняла, что остаться у родной тёти не получится и ушла в город. Дыхание осени уже ощущалось. Она так рассчитывала на родную тётку, а оказалось, что ей не рады. Увидела объявление, что в университет принимаются слушатели с предоставлением стипендии и общежития. С четырьмя классами образования Оля пошла в университет. Сторож ей сказал, что рано ей ещё в университет идти. Она попросила у него доесть его суп. Люди из канцелярии вошли в положение сироты и разрешили ей поступить на курсы подготовки младших железнодорожных агентов. Дали место в общаге. Узнав, что Ольга нуждается и не может платить в столовой за еду, ей выдали стипендию за полмесяца вперёд, а также башмаки, бельё, нитки, две пары чулок, верхнюю куртку и прочее, что полагалось по норме. Училась Оля хорошо. Сидела рядом с Лизой – девчонкой 15 лет, с которой жила в одной комнате в общаге. Всё думала, кого ей нужно благодарить за то, что её приютили. «Ленина и коммунизм», – сказала ей Лиза. Но однажды еда и деньги закончились. Оля пошла на подработку. У одной толстой бабы полы мыло. За это ей хлебом, сахаром платили. Оля стала кормить вечно голодную Лизу. Договор был таким, что Лиза должна хорошо учиться, а Оля будет доставать еду и вечерами учиться на лизиных конспектах. Чтобы накормить Лизу, Оля пошла к тётке попросить у неё немного хлеба. Тётка увидела Олю на улице и позвала в дом. Накормила. А потом попросила остаться у неё. Ушёл от неё муженёк к любовнице. На прощание тётка дала Оле хлеба и попросила её ещё к ней приходить. Оля пошла работать нянькой к одному мужику, у которого умерла жена. Мальчику Юшке было полтора годика. Целый день Оля должна была с ним сидеть, пока отец был на работе. Месяц она так работала, пока курсантам снова стали давать еду и стипендию. Оля всё равно продолжала ходить к Юшке. Каждый день полюбился ей мальчик. Но новую няньку-старуху Юшка не любил. Тогда Оля убедила его отца отдать Юшку в ясли. Прошло 3 года. Девчонок направили на практику. Оле уже было 17 лет. Юшка так к ней привык, что стал называть её мамой. Потому прощаться с ним было тяжело. Работали подруги на паровозе под руководством машиниста Ивана. Перед тем, как снова вернуться на учёбу, случилось ЧП. Утром Оля проснулась от гудков паровоза, у которого оборвался состав. Машинистом этого паровоза был дядя Аркадий. Хвост из 20 вагонов с красноармейцами без тормозов мчался под уклон. Могла быть трагедия. Начальник станции тупил, не знал, что делать. Тогда Ольга взяла инициативу на себя. Она с Иваном села в паровоз и максимально разогнала его, чтобы приближающийся состав упёрся в их паровоз. И тогда они смогли бы его затормозить. Иван не выдержал. Перед столкновением выпрыгнул, чтобы остаться в живых. Оборванный состав догнал Олин паровоз. Удар был очень сильным. Олин паровоз всмятку. Но состав остановился. Все красноармейцы и имущество осталось целым. Тяжело раненую Ольгу доставили на ближайшую станцию. – Кого вы хотите увидеть? – спросил командир. Может, родственников, друзей? – Юшку! Больше никого не надо. Пусть за меня все люди живут на свете. Ольга выжила. На этом всё.